Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, мы приехали в Токио на Адайба. Прошлись по конфигурации. Конфигурация такая же, как в 2013 году, когда мы первый раз здесь участвовали. Все здесь тебе родное. И асфальт этот кривой, и стены эти, по которым ты много раз уже ездил. Но хочу сказать, что асфальт с каждым годом лучше не становится. Из России мы едем тремя пилотами. Я, Федя и Аркаша. Также Серега Сак из Белоруссии. На шиковской машине. Все класс, смотри. Я на Адайбе. Толяныч, машина, я на Адайбе, ты понимаешь? Че надо еще? Соперники для нас, конечно же, номер один, это японцы. Они в данной гонке участвуют вчетвером. Это Кавабата, Фуджина, Суинага и Якой. Тренировок у нас, ну, по Д1-шному немного. Но в любом случае их три. Но они каждая для группы по 15 минут. Поэтому, если в одну тренировку я успею выехать два раза, это будет большим достижением. Как едет ЮКОЭ с Фуджина, они че делают? Они по Д1-шному ставятся или сползают к стене, едут вдоль стены? Фуджина сползает точно, вдоль стены? Скоро лучше сползает. Доль стены едет, что даже бумага не проводит. А вот сейчас Фуджина проехал в половину быстрее, чем до этого. Сильно быстрый темп у него. Вот сейчас. Самый жирный был второй клип из всех проездов. Вот так вот делаю, повторяю, вот это кто-то. Подвисание не видно было на постановке? Подвисание по звуку было. Визуально ничего не было. Корректировок ничего не было. Ты так же шел. А по мотору слышно было. Ты еще поедешь или все? Все, Костян, я тебя понял, услышал. Не поеду, все, съехали. Все, окей, давай. Мы только проснулись на улице, 6.30 утра. Каждый год примерно одинаковая ситуация. Мы нифига не высыпаемся. Гонка называется FIA EDC. Организована она Международной Автомобильной Федерацией Спорта. ФИА организовали они, я думаю, что для того, чтобы собрать всех дрифтеров со всех стран, где есть дрифт, ну и разобраться, кто лучший. Вот второй год уже проводят это мероприятие. Утренняя булочка. Для поднятия боевого духа. Я впервые в Японии, и я вам скажу, что впервые белорус в Японии, который едет с такой ответственностью выступать за свою страну. Это, с одной стороны, радует, конечно же, с другой стороны, так малек напрягает. Я участвую на легендарном погорелыше Никиты Шикова. Toyota GT86. Ну, есть вопросы по машине, есть вопросы и ко мне, наверное, да. Не успел вкатиться, довольно-таки сложный автомобиль. Выходим? Отлично, выходим-выходим. Это не парные в 11 часов. Это квала, считаешь? Да, это действительно, это уже, это квала. Через час тренировка. По одному кругу проедут все. В 11 часов квалификация. Классная тренировка. Классная тренировка. Полноценно. Сегодня, наконец-таки, полноценная тренировка. Кружок. И потом полноценная боевая парная тренировка. Ни одного кружка. Молодцы, японцы. Заставляют есть суши без палочек, понимаешь? Американцы не приехали, поскольку у них в Лас-Вегасе там маленький ивент, на который все американцы, наверное, должны были поехать. Вот, обязательства перед спонсорами или еще что-нибудь такое. Ну, короче, американцев мы в паблике не увидели. Честно говоря, чуть-чуть расстроились, потому что в прошлом году у Аркаши так ловко получалось с ними разбираться. Мы бы еще раз поразбирались. Наверное, вы заметили, что Цареграцева-то с нами нет. Он просто живет в дорогой гостишке. А мы живем всей командой в одном домике, в арендованном. 16 человек. Доброе утро, дамы и господа. Мы начинаем прямую трансляцию из Токио с главного соревнования по дрифту FIA EDC 2018. С вами Алексей Смит и Ленарияра, и мы с коллегами будем вести этот эфир. Совсем скоро начнется квалификация, а после мы увидим парные заезды. Сегодняшнее соревнование, по сути, это Россия против Японии. Да, в прошлом году так же было. У нас тут 21 пилот, и среди них трое русских. Смогут ли японцы и в этом году оставить интерконтинентальный кубок на родине дрифта? На самом деле, хочу сказать следующее. Если есть какая-то страна в мире, где больше тащатся по дрифту, чем в Японии, на его родине, то это Россия. Ну что ж, у нас тут идет квалификация, и сейчас на старт выходит японский гранд-чемпион. Победитель FIA EDC прошлого года – Масата Кавабата на своем 900-сильном GTR с мотором VR38DETT. Кавабата и еще один японский пилот Йокуэ – это, пожалуй, те, кто сможет что-то противопоставить русским. А это науто Сулинага с мирно известной командой Team Orange. С-15-я Сильвия на строкерном 2JZ, 850 лошадиных сил. Отличная комбинация. А сейчас на старте первый японский пилот из группы B, мистер Хилиюки Фуджино. Прошлогодний чемпион D1 на своей 180 АСХ с двигателем 2JZ GTE мощностью 850 лошадиных сил. А это у нас Маса Аси Йокуэ, чемпион D1. Он на тренировках попал в достаточно серьезную аварию, и машина сейчас, честно говоря, больше не словно поминает. Хороший разгон, заезд пока не настолько агрессивен, и он снова влетает в стену. Похоже, Маса Аси Йокуэ сходят. Из четырех японцев в деле остаются только трое. Все, Йокуэ списался полностью. Очень скользко, вообще аккуратно прям. Ну, смотри, я баллы пока в них не разобрался, там ты понял, что именно обязательно делать надо. К стене важно подъезжать или лучше скорость сохранять? Самое важное все равно делать, исходя из того, что я видел, и его личный анализ, что как можно меньше криккилок, и поплавно везде еще ехать. Перекладки, кстати, да. Перекладки подъездки нам. Перекладки, как я видел, очень хорошо. Очень прям хорошо. На нее акцент делаем. Очень сильно похолодало. На самом деле, самый важный человек для пилота – это его споттер. Именно он тебя предупреждает, типа, и, мужик, тут дорожные условия изменились, стало скользко, будь поаккуратнее. И сейчас на старт выезжает пилот из Беларуси, Сергей Исак. А это у нас мистер Аркадий, российский чемпион. И, кстати, человек, который на прошлом Фио Эдиси занял второе место. Наш следующий пилот из России – мистер Илья Федоров. Машина С-14-й силе с комплектом «Босс». Постановка поставился довольно рано, но неплохо тянет дугу. Постановка около стены. Тойота GT86 входит во внутреннюю часть трассы. Постановка. Вы посмотрите на скорость! Вот это у тачки скорость! Переходим в нижнюю часть трассы. Газ в пол. Здесь чуть поспокойнее, но посмотрите, какая стена дыма за его машиной. Он, видимо, нажал кнопку дымовой завесы, как у Джеймса Бонда. И хлопает она нехило. Прием, прием. Сегодня четко демп есть. Ну, вот здесь, давай, грипп. Не так эффективно, агрессивно, но ровно вдоль стены. И потом поехал, сразу не подвис. Гриппы облезал последние все. Костя, Павла, скажешь? Ладно, как увидишь. Мы просто через трансляцию смотрим. О, и у нас новый лидер квалификации. Георгий Чевчан. 88 очков. На самом деле, очень серьезный претендент на корону. Если бы я выбирал, с кем бы я не хотел ехать, это был бы он. Да и я тоже. Если бы у меня в парных был первый заезд с Гочи, я бы сразу сказал, так, ребят, все, готовим трейлер, можно будет скоро домой поехать. Это мы здесь все, к клиперу подъехал, все нормально. Перекладку-то гало сделал, как будто бы через выпрямление небольшое. Я ручником ее х**ил. Вот здесь баспурженька ци подобавил, чтобы... Ну, можно и речи сделать тогда. Ну, ты перекладки по своей машине мерить? Не-не-не, просто... Меня эта машина так не сделает. По шиковской машине. Я так... Да ладно. Ну, я не знаю, как хочешь. Просто чуть порезче, без выпрямления посередине. Все, у тебя проблема должна... Нету такого шик. Она вот и шик-шик. Ну, все правильно, я подбираю скрипу не так, а вот так, чтобы ее не спинуло. Вот это посередине, как будто бы стабилизацию, ее как будто видно. Видно, да. По скорости примерно как вот это, только ее видно посередине. Видно, да. А ты ее чувствуешь? Конечно. Я думаю, что ее никто не видит. Видно, блядь. Короче, как говно в проруби. Да. Я понял, братан. Сейчас исправим. Я тебя слушаю. Давай еще то же самое, только на постановке постарайся не подвисать. И второй вот этот клип-зон, где стена, так же вот как с Фуджино надо заехать, на такой же агрессии сюда и все. Понял, хорошо. Поток после тебя только отца и сильных, в принципе, и все. Имеет ли смысл? Имеет, имеет. Зачем рисковать? Я не могу этого понять. Хорошо, объясню тебе. А вдруг сейчас кто-нибудь из этих пилотов проезд на 98-95, и они уже нас могут на третье место сдвинуть? Максимум. Ну, сколько шансов на это? Нет, нет, еще. Знаю, если мы будем третье в Вале, это не авто, зато у нас машина целая. Да, знаешь почему? Потому что кавабата внизу сейчас. Хорошо. Если мы будем реально в первой тройке, то это нормально. Зачем рисковать? Нет, 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 не правда. Мы рисковываем. Чем, 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 чем. Мотор лупится в отсечку. Он на протяжении всего заезда свою машину использует на 100%. Очень хорошая и траектория, и скорость, все. Перекладка и финиш. Вот это заезд. Ну да, с трибуны тоже слышны аплодисменты и крики. Постановка на 90 градусов к стене. Ну что, ты поскорить еще хочешь, да? Нахерай это делать вообще. Вау, 95. Гоча становится первым и получает идеальные 30 баллов за траекторию. Таким образом, у Гочи на данный момент два лучших показателя по очкам в квалификации. Да, совершенно верно. То есть он и до этого был первым с 88, а сейчас он получил 95. Получается, он переехал с первого места на первое. Короче, я засрал всем всю сетку. Мы все вчетвером находимся, мало того, что в одной части. Мы сразу в топ-16 едем с Федоровым, а если я выигрываю, то выхожу на Гочи, потому что я надеюсь, что он выигрывает свой заезд. А если Илья выигрывает, то он тоже выходит на Гочи. И у Сереги Сака там такая мясорубка, что поработать придется. А все почему? Потому что мне нужно было отквалифицироваться первым, Гочи на 95 перебить, и все к этому шло. Уже к сне приехал. И тогда бы все раздвинулось. Мы бы с Гочей до финала не встречались, или я бы перешел туда, куда нужно. И Серега бы перешел туда, куда нужно. И все бы складывалось. Короче, я мудак. Мне супер повезло. Еду с Суинагой. Не хотел бы ехать с Гочей и с Царем. Ну, сами понимаете, какой-то контакт. Жалко, чтобы две машины вышли из строя. Об этом пришлось бы думать, хоть это и гонка. Но дружбу никто не отменял. Поэтому Суинагу жалеть я не буду. Главное, его догнать на разгоне, на разгоне. Они как бы, ну, все-таки ребята бескомпромиссные. Поэтому жду не дождусь, когда уже пахнут по этому дождику, не дождику, по этой Адайби, не Адайби, Токио, не Токио. Ну, короче, класс. Стартуем. Все, покатили, с Богом. Первая битва в ТОП-16 Гоча против Луи Гоно. Как видите, условия на трассе весьма сильно изменились. До этого было сухо, а сейчас влупил дождь. Да, дрифтить по-мокрому, это совсем не то, что дрифтить по-сухому. Особенно, когда, вот как здесь, на Адайбе, у тебя ждет стена. Джордж, давай на этой перекладке аккуратнее. Тут контролируй процесс. Корпус его отпускаем, да, я ему на прямых колесах там по трассе ехал. Дорожка местами гиперскользкая. Гоча жестить вообще не надо, он вообще никак не проехал. Весь на распрямлениях регулярно и на малом угле. Поэтому просто аккуратненько давай. Понял. Дождь идет уже час, так что на трассе сейчас реально скользко. Да, Гочи сейчас реально нелегко преследовать такого медленного пилота в таких условиях. Да еще задачка. Надо бы так рисковать. Вон трасса Босинский домен, на воде Калачович, пи***. Видишь, иногда Костяна машина цепляется, иногда цепляется и... Ну у нас вся гонка впереди, мы машину не сажаем. Ну пи***ц. Я думаю, что в них нет. И вот наш следующий заезд. Илья Федоров против Аркаши. Кстати, победитель этого заезда выходит на Гочу. Илья лидирует, шикарная постановка, Аркадий немножко сокращает угол. Очень глубоко внутри, довольно опасно, кстати, едет. Но Аркадий никогда не стесняется, давит всегда изо всех сил. Если Илья совершит какую-то ошибку, то Аркадий не будет шанса спастись. Но это, по сути, доказывает то, что Аркадий на 100% уверен в себе, в машине и в партнере. Аркадий, как тебе твой заезд? На трассе полный трындец. Есть зацеп, нет зацепа. Есть зацеп, нет зацепа. Есть зацеп, нет зацепа. Ну что ж, и все судьи единогласно проголосовали за Аркашу. Аркаша переходит в топ-8, Илья выбывает. Вот это место. Вот это само место, здесь держака вообще и не было. Вообще. В одном и том же месте подскользнулся Худжи на два раза. Наш следующий заезд на Ото Суинага из Японии против Сергея Сака из Беларуси. Костян, а ты сейчас посмотрел, как другие клочуют, газуют вынужденно? Понял, что это не я один такой? Нет, не понял, потому что сейчас в Узина тут что-то не протащили просто из-за того, что он хотел близко подъехать к ней. Его там разворачивало и крутило, а он чудом прошел. И как это объяснять? Я не знаю, как они это объясняют. Он тоже развернулся, представляешь, он в него упирался вот так же и разворачивался. И ничего, выигнал. Только что проехал с Суинагой самым. Ставился на третий, потом вижу, надо два. Поехал на второй. Ну, Суинага отскочил со старта на 275-м колесе. Не удалось догнать, но в принципе ехал и ехал. Потом, когда пошел первый, ну, как-то так уже более увереннее шагал. Но он мне напихал, иногда видел его морду, понимал, что будет сандалий. И, ну, проиграл, короче. Говорить расстроился или не расстроился, врать не буду. Конечно, расстроился, но в теории в таких условиях можно напихать тут любому, понимаешь, хоть сучи. Поэтому, ну, проиграл, пойду болеть за Гочу. Ну, проиграл, пойду болеть за Гочу. Раз-два, связь? Да, раз-два. Да, связи тоже. Вы уже готовитесь, до выезжаете? Поготуемся выезжать. Что там, новые какие-нибудь есть вводные данные по зацепу местами? Да нет, особых нет. Два места, будь аккуратен, ДНР. Квадрат новый, в Байиной. Там скользко очень, а так все пока остальное без изменений. Понял. Ну что ж, без лишних слов, переходим к четвертьфиналам. Топ-8. Георгий Чевчан-Гоча против Аркаши. Чисто русская разборка. Георгий Чевчан-Георгий Чевчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Георгийчан-Г Твоя как, твоя как. Круто на первом подъехал. Он близко был, но не настолько. На агрессии надо подъезжать. Ты вдоль стен вообще все идеально первым сделал. Он где-то в корпусе не был. В некоторых местах чуть-чуть больше подъезжал. Аккуратно с постановки отрабатываю еще. Готч, лишний раз рисковать не нужно. Он был близко порой, но на коррекциях постоянно. И у тебя все отлично по первому, по заданию. Так что давай. Второй заезд и на этот раз лидирует Скайлайн. Посмотрим повторить ли Готч эту нереальную постановку. Посмотрите на Готчу, вот это езда вторым. Траектория просто самоубийственная. Готча буквально нависает над Скайлайном Аркадия. Эх, Аркадий, перестарался ты здесь. Но Готча абсолютно хладнокровен и всю дорогу рядом. Невероятная битва. Готч шоп, Готч шоп, шоп, молодец, Готч шоп. Готч шоп, это какой угол стал за ним? Все на бережение сделал. Ну что ж, кто отправится в полуфинал? Полуфинал. Один за Готчу и второй. Готча выигрывает у Аркаши и отправляется в полуфинал. А финалист прошлого года Аркаша, к сожалению, выбывает. Парни, у вас был охренительный заезд. Русские пилоты просто монстра. Давай, чувак, что ты думаешь? Российский чемпион против пилота, который залажал весь сезон. Хорошая битва. На самом деле нам повезло. Если бы дорожные условия были бы похуже, то не знаю. Мы по-сухому любим ездить. Было бы сухо, было бы красивее. Так, а кто это у нас там так шумит? На трассе. Это зритель, это русские. Смотри, вон они. Вон флаг свой развернули. Не знаю, почему они ждали до этого момента, но... До этого они, может, не так шумели, ну потому что русский против русского, не знаешь, за кого их болеть-то. А здесь теперь все понятно. Да, логика присутствует. Такое ощущение, что мы сейчас на футбольном матче. Да, битва Готча-Суинага – это будет нечто. У обоих, в общем-то, машины похожа. И я бы сказал, похожий стиль пилотирования. Смотри, как раз. Да, сейчас едем, получается, в топ-4. Да, Суинага едем. Че, а как он едет, кстати, расскажи? Да как он едет? Стабильно едет, первым быстро едет. Еще четко у них получается отрабатывать. С ним надо похвать, да и все. А че там с колобатой? Да, остановимся на плачье, и все. И сейчас на виновку его тащат, повезут. То ли пилот, то ли опять что с трансмиссией. Итак, на первый полуфинал у нас выходят Джорджи Чевчан Готча из России и Наото Суинага из Японии. Получается, это бой последнего японца против последнего русского. Да, у колобата техсход Фудзина проиграл Суинаге, а Юкой, как вы помните, разбил свою машину. Вероятно, именно этот заезд сегодня станет решающим. Сильвия против Сильвии. Япония против России. СР против Джейзета. Посмотрите, какой вход. Великолепный. Великолепная постановка. Шикарная битва. Посмотрите, как Готча летит на своей Сильвии. А Суинага едет так же хорошо, как и раньше. Перекладка. Готчу немного помотала. Вот на что я надеюсь после этой битвы, то, что будет ван мотаем. Посмотрите, как Суинага преследует. Он все время рядом. И финиш. Ну что, Костян? Готч, нам постановка сейчас нужна. Работаем постановку. Все, все равно, он был близко очень. На постановке работаем, и дальше Готча его. Готч, по трансляции смотри, что увидел. Первой половине трассы он догонял тебя с таким же углом. Ко второй половине трассы догнал. Был близко. Поставился чуть позже за тобой. Ну, сделал все аккуратненько, не рисковал. Чтобы выиграть, надо чуть-чуть риска. То есть, ну, нужно хорошо поставиться и стараться не отпустить его. Он знает, что делать, что мы ему рассказываем. Нам ему учить, что ли. КОНЕЦ 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 Третье, тихо, 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 тихо. Задил. Подождите еще, посмотрим как станет. Помешало ему. Посмотрим. Да, он напрямую просто столкнулся, а ты никак ему не помешал, он траектория не изменил, темп не изменил. Ты также в угол справа поехал. Даже бампер у нас на месте, все нормально. Да, этот заезд придется пересматривать. Суинага, по сути, занял ту же траекторию, по которой весь день ездил. А вот Гоча свою изменил. Я не совсем понимаю, чего Гоча хотел добиться, настолько близко поставившись к стене. Сейчас на экране три очень важных персоны японского дрифта. Макс Арида, Аннабутеро Тонегучи и, конечно, король дрифта Киечи Цучия. Похоже, даже Цучия-сан хочет перезаезд. Он сказал «one more time», да? Да. Да я тоже хочу. Да, по-моему, все хотят. Если сейчас скажут «покричите за перезаезд», я покричу. Я думаю, если они скажут «покричите за one more time», русские здесь точно всех переорут. Третий судья за Гочу, а остальные за one more time. Ну что, начинается пара перезаездов. Мы так это хотели увидеть. Гоча против Суэнаги. Лидирует Гоча. Очень жесткий, я бы сказал, даже жестокий вход от Гоча. Но Суэнага постоянно рядом с ним. Посмотрите, как эти две с пятнадцатых параллельны. Во все стороны вода летит. Гочи-дворники на максимуме работают. Смотрим на перекладку. Жестково... Ух, и ошибка Суэнаги. Он немного выпрямился. Все. Третья зона. Скажи, в том месте, где скользко, он был просто в километре от него. Гоча-гоча, свет. Свет. Короче, в третьей зоне он отвалился от тебя. Он там ошибся, сильно распрямился, прямо поехал. До этого был крутой. До этого прям пихал тебя. Поэтому давай аккуратненько, пихай, но сильно не борщи. Не надо на сто процентов выкладываться. В каком он месте выпрямился? Не из-за меня? Перед последней дугой, там, где скользко было. Перед последней дугой, там, где скользко было. Перед последней перекладкой. Не из-за тебя, нет. Сам накосячил. Что вы, друзья? Слышишь меня? Да. Все, на постановке, как в том заезде, то же самое сделай. Только чуть-чуть его там отпусти, поконтрольный. И все остальное так же, как в прошлом заезде. Повтори, и все. Хорошо. На этот раз лидирует Суинага. Постановка. А вот сейчас у Гочи все красиво. Похоже, именно это он пытался изобразить в том заезде. Все, что осталось теперь сделать Гочи, это ехать чисто. Продолжать так же ехать чисто. Суинагу немного болтает. Пара ошибок от Суинаги. А вот Гоча. Абсолютно чистый заезд от Гочи. Абсолютно параллельный. Суинага тоже не создает проблем машине преследователя. Я, конечно, не Ванга, но походу остановил. А вот и результаты. В этот раз все было быстро. Так, сейчас посмотрим. Гоча, Гоча и Гоча. И Гоча проходит в финал. Ну что, дамы и господа, финальный заезд. Гоча против Ива Майера. Швейцарский пилот Ив Майер. Он на этих соревнованиях прям везунчик какой-то. У всех, кто с ним едет, что-то происходит. У Калабатлан проблемы с мотором возникли. Может, его удача вообще до подиума довезет. Кристиан, я на связи. Расскажи, как Бэха едет. БМВ едет без разгона, без постановки. Потом почти с места едет на клаче с третьей передачей. И также на всех перекладках, на всех подъездах. Постоянно целится везде. И едет рвано очень. Надо аккуратно быть в эти моменты. И плюс, бывают большие углы на лайсвайбе. Особенно перед финишем, где клип морды перед ним. На нас морды постоянно смотрят. Нам быть очень внимательным надо. Понял. Ну, то есть он не гибербыстрый. Просто едет вот так вот, да? Он вообще не быстрый по сравнению с остальными. Надо всегда глаза открывать пошире и смотреть на него. Понял. Костян, расскажи в корпусах, как он был. Дословно, еще расскажи, что делалось там у него. Костян! 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 Продолжение следует... Это первый случай, когда ничего говорить не надо вообще. И уже и не может. Ну, максимальный жир, все. Ну, что еще надо, вот скажи. Знаешь, есть такая передача по этому... CNN или Евроспорт, и там такая рубрика «No comments». Там просто вот так вот без звука все. Вот это именно та ситуация. «No comments». В Японии выиграл, мечтал. Ведь он мечтал и выиграл. Ну... В Японии выиграл, мечтал и выиграл. В Японии выиграл, мечтал и выиграл. В Японии выиграл, мечтал и выиграл. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok